Я хотел рассказать несколько историй интересных. Есть поразительное количество удивительных историй, связанных с Ашилой Паупадой. Несколько, много историй связано с этой темой. Я очень благодарен Ангеле Муниправу за его замечательные истории, большую часть из которых я не слышал. Я правда слышал эту историю. I wasted 12 years of my life and been down. Я напрасно провел 12 лет своей жизни в Ашиле Паупаде. Меня тоже это поразило, когда Север Паупаду это сказал. Но одна замечательная история, рассказывает Ту-Тамаш Лока про его. Он был тогда президентом храма в Канаде, в Торонто. Он говорит, что мы искали здание под храм. И в конце концов мы нашли потрясающее здание. Какая-то христианская группа продавала церковь в отличном месте, в идеальном состоянии. Эта церковь идеально подходила к нам под наши функции. Все было замечательно. Но она стоила 500 тысяч долларов. Это были невероятные деньги по тем временам. Гигантские деньги. Как минимум 5 миллионов, если не больше, по нашим временам. Я был в этом храме в Торонто. Это потрясающее здание в самом центре Торонто. Я подошел к Север Паупаде и сказал, что у Север Паупада есть потрясающее здание под храм. Они продают. Я Север Паупаде спросил, сколько? Сразу рука за рога. Говорит, 500 тысяч. И он сказал, нет. Нам это не подходит. Это слишком дорого. Мы должны думать о Кришне. Мы должны все время думать о Кришне. Если мы купим это дорогое здание, мы будем все время думать о том, где достать деньги. Это отвлечет нас от нашего Баджана Кришне. А место хорошее? Север Паупаде, место идеальное. Нет, нам это не подходит. Потому что зачем нам покупать беспокойство? Просто мы купим себе беспокойство, купим себе головную боль. А состояние хорошее? Север Паупаде, состояние идеальное. Может быть, вы приедете, посмотрите. Север Паупаде сказал, ну, в общем, нам это не нужно, но я приеду посмотреть. Прошло пару недель, Север Паупаде приехал в Торонто. У него повели туда. И вот он ослок провел. Сказал, что вот тут будет храмовая комната, тут будет ассум, тут будет комната для тулоси. И он привел его к всему север Паупаде, кивал головой. Амбанов сказал, нет, все-таки слишком дорого. И он говорит, в 10 часов ночи у меня раздался телефонный звонок. Слуга Шилы Паупаде говорил, Шилы Паупаде срочно зовет тебя, тебя ко мне, к себе, чтобы поговорить с тобой. Приезжай вместе с планами, поэтажными планами этого здания. Я собрался, схватил эти поэтажные планы, приехал к Север Паупаде. Север Паупаде уже сидел с праманандой. Он еще проспросил, поговорил, посмотрел все эти самые данные. Говорит, сколько у вас денег есть? Тот говорит, у нас есть сейчас 40 тысяч долларов. 500 тысяч это стоит, 40 тысяч. Север Паупаде подумал, говорит, еще 60 где-нибудь найдешь? Ну, можно где-то наскрести. Север Паупаде обратился к Брамананде. Брамананде, сколько у вас в Биби-Ти, в фонде Биби-Ти есть? Брамананде говорит, у нас есть где-то 200 тысяч долларов. Север Паупаде говорит, отдай им эти 200 тысяч. Брамананде схватился за голову, сказал, Север Паупаде, мы никогда столько денег никому не давали. Это все деньги, которые у нас есть. Север Паупаде говорит, отдай им. Потом он опять обращается к Утамошлоке. Ты должен пойти и сговориться с ними до 300 тысяч. 40 тысяч у вас есть, Брамананда даст 200, ты еще наберешь 60, мы покупаем это издание. И потом он опять стал проспрашивать, говорить, еще что-то. Говорит, сможешь как-то уговорить их до 300 тысяч? Он говорит, ну я попробую, может быть они согласятся на 300 тысяч. И внутри у меня все время сидела эта фраза, которую я услышал у Север Паупады. И я в конце концов не выдержу, я спросил Север Паупады. Север Паупады, зачем нам покупать головную боль? В этот момент Север Паупады жал, кулак ударил по столу. Мы должны покупать головную боль. Нам нужна головная боль. Без головной боли мы просто будем сидеть и спать в наших храмах. Возвращался к себе и думал, ну надо же. Еще две недели назад он говорил, нам не нужно покупать головную боль. Оказывается, нам нужна головная боль.